Он не был лауреатом конкурсов и фестивалей и никогда не состоял в Союзе композиторов. Он просто писал песни. Песни, которые пели, поют и будут петь еще очень долго. Мы ехали шагом, мы мчались в боя, и яблочко песню держали в свал, а песенку эту поныне храни. Трава молодая, степной малахи. В этой мелодии такая естественность, что она запоминается с одного раза и на всю жизнь. И вот это сочетание яркости, талантливости и простоты отличает композитора Берковского. Вот многие мечтали бы сочинять так просто, но у них не получается. Самое главное качество – это необыкновенное обаяние. Вот он был таким человеком, к которому тянулись люди. Ну, обаяние это было окрашено просто вот его талантом. Я думаю, что самое главное – это что все, что он задумывал, он доводил до конца. А ведь задумывал он разные вещи. Он вообще-то был человеком, который стремится к первенству. Вот быть первым. Для меня это вообще был первый человек в авторской песне. В буквальном смысле. Потому что первая песня, которую я сыграл на гитаре, была «Гренада». Но песню иную о дальней земле Возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая, родные края. «Гренада, гренада, гренада моя». Последние годы Виктор Берковский жил на этой подмосковной даче. Сегодня здесь все осталось таким же, как было при нем. И садовый столик, и деревянные скамейки, и небо, голубейшее сквозь ветки березы. Разве что в доме у самого входа появилась стена с фотографиями. Фотографий Виктора Семеновича было очень много по дому, разбросано. В рамках, без рамок. В общем, вот мы решили собрать их вместе и сделать такую стену плача. Идея была такая, что входишь в дом и понимаешь, что это дом Берковского. Что он здесь жив, что он здесь главенствует, что он в мыслях, в помыслах, в чувствах. Каждый год в день его рождения здесь по-прежнему собираются его друзья. Рассматривают старые фотографии, вспоминают. И, конечно, поют песни Берковского, которые рождались в нем так же естественно, как дыхание. Шупер-франский сочиняет, шупер-франский сочиняет. Запоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Если по-простому, то, вот знаете, бывают композиторы, которые пишут музыку из головы, обладая как раз знаниями соответствующими. А есть композиторы, которые пишут музыку из живота. Вот Виктор Семенович писал музыку из живота, она как будто бы рождалась из него. Органически прекрасно и естественно ложилась на стихи, которые он выбирал. Это удивительный талант, просто удивительный талант. Человек, который писал без подпорки инструментов. Сегодня Берковского наряду с Висбором и Акуджавой называют одним из основоположников жанра авторской песни. И почти невозможно поверить в то, что композитор, подаривший нам более 200 песен, никогда не учился музыке и даже не знал нотной грамоты. Был диктофончик маленький, и он записывал мелодии, такие у него рабочие были пленки, тогда кассеты еще. Вот он записывал, каким ему приходило в голову. Просто под гитару напевал, записывал, все, а потом отдавал там ребятам, они разучивали. Ну, как правило, он уже показывал записанное что-то на кассетке. Причем иногда так стыковал из кусочков. И как-то так себе подыгрывая на гитаре, где-то он пропускал аккорды, которые не понимал, какие надо сыграть. Или наоборот говорил, а вот здесь вот надо придумать какую-то гармонизацию такую посерьезнее. Но иногда это было очень мучительно. Он говорит, нет, это ты мне не тот играешь, ну-ка ты что-нибудь другое ищи давай. Я говорю, Виктор Семенович, ну это же вот по канонам правильно так. Вот надо сделать так, вот так делают все. Нет, говорит, я так не хочу. А сделай вот так. Я говорю, так нельзя. Нет, сделай так. Ну так нельзя. А ты сделай. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему разуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса. А вы не из Витебска, пиджак старомодный, наласка на Китерсе. Нет, я не из Витебска, долгая пауза. А после слова, монотонно и пасмурно, тружусь и хвораю, в Венеция выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Небольшие города часто становятся родиной больших талантов. Виктор Берковский родился в Запорожье 13 июля 1932 года. В это время там строился Днепрогресс, ставший символом эпохи. Мы, дети, росли в атмосфере труда, энтузиазма, готовности к подвигу, вспоминал позднее Берковский. В город приехало много технической интеллигенции, в том числе мои родители. Наши родители были интеллигентными в первом поколении. И это очень важно. Они, во-первых, приобщились к высокому образованию, ну, высшее образование, да, к культуре. И, наверное, хотели передать своим детям вот эту вот любовь и стремление. Потом все-таки детство и юность были не безоблачными. Это были испытания не только для родителей, но и для нас. Они, наверное, закалили. Из записных книжек Виктора Берковского. Мы – дети военного поколения. Сейчас банально говорить, что не было семьи, которую бы не затронула война. И мой дядька, главный инженер Днепрогресса, тоже погиб на войне. А отец хоть и вернулся, но весь израненный. И когда над ними грял смертный гром, Группами районного оркестра Мы глотали звуки ярости и муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали с вами. Как они шагали от военкомата Срытыми навечно головами Вы знаете, мы дети послевоенных лет. И вот это наше поколение жило, прямо скажем, достаточно бедно. Ну, по цене нашей жизни. Мы много не видели, много не имели. И вот все это наше поколение рвануло Вот это обаяние музыки, стихов, Такое, знаете, принятие самостоятельных решений. Мы были уже молодые, ну, что там, 18 лет, Мы уже работали в институтах, на заводах. Ну, поколение такое было, боевое. В 1955 году Виктор Берковский Окончил Московский институт стали и сплавов. И хотя молодому инженеру предлагали остаться в Москве, Он предпочел вернуться в родное Запорожье. Восемь лет Берковский проработал на заводе Днепроспецдеталь, Пройдя все ступени профессии металлургопрокатчика, От рабочего на прокатном стане До старшего калибровщика завода. Это очень высокий пост, Потому что на них, на главных специалистах Держится завод. Ну, какие главные специалисты? Главный инженер, главный энергетик, Главный механик И главный калибровщик. Он, конечно, приобрел очень большой опыт И одновременно большой авторитет, Невзирая на то, что это, ну, что, Ему не было и 30 лет. Такие люди, разносторонние, творческие, Они имеют какое-то вот особое влияние на людей. И главное, что, видите, прошел, Школу вот на заводе. Вот ту школу, которая сейчас, Вот вся наша страна очень страдает От полного отсутствия профессионалов. Отсутствие профессионалов, Никакие программы, Никакие задачи высокие, Модернизации не будут, Если не будет таких людей, Как вот Виктор Берковский. В своей профессии он действительно стал специалистом высочайшего класса. Вернувшись в Москву, Блестяще окончил аспирантуру И начал преподавать в родном институте стали и сплавов. И вряд ли даже сам Берковский Смог бы точно назвать момент, Когда он понял, Что не только металлургия, Но и песни станут главным делом его жизни. Кажется, что песни Берковского были с нами Всю нашу сознательную жизнь. Ну, наверное, дело было так. Я вначале познакомился с Дмитрием Сухаревым, Я еще был студентом первого курса. Наверное, он мне рассказал про Берковского. И, может быть, вначале я услышал гренаду. Мы ехали шагом, мы мчались в боях. А потом эта песня появилась уже в нашем репертуаре, В репертуаре нашего квинтета. И вообще песни Виктора Берковского Составили основу репертуара нашего квинтета. Выберу самое синее море, Белый, хребелый возьму пароход, Сяду, поеду дорогой прямою, Все на восход, на восход, на восход. И Сергей Никитин, и Виктор Берковский, Они такой определенной уникальностью Обладают для бардов. Потому что барды обычно сочиняют и музыку, и стихи. И вот надо же, и тот, и другой сочиняли на чужие И очень хорошие стихи. И какой же надо было обладать мощью Вот сочинительской, музыкальной, Чтобы вот эти песни резко так вот выделились На общем фоне. Из записных книжек Виктора Берковского. Круг поэтов, которых я чту, широк. Однако сочинять песни, как оказалось, Я могу только на стихи, которые входят в сердце. И таких стихов немного. Я благодарен Сергею Никитину. Его появление в моем творчестве В качестве исполнителя Придало мне уверенности И позволило услышать сделанное. В среде бардовского первые его выступления Были с Сережей и Станей. Они его вытащили. Дело было так. Мы уже довольно-таки долго и успешно Исполняли песни Викторовского со сцены. Мы участвовали в каких-то конкурсах Самодеятельные песни и так далее. И однажды мы просто буквально уговорили Или, можно сказать, даже заставили автора Быть просто солистом в песне Эту пряную перину. Вы помните, морская трава. Эту пряную перину Море вынесло На берег Солнце вон Испарило Получилось Хорошо Я пришел И кеды скинул И прикрыл рубахой спину И запел Получилось Хорошо И так постепенно Мы приучили Его к мысли Что вполне можно Самостоятельно исполнять. Но Виктор Семенович Так же, как, между прочим, И я всегда тяготел К Совместному Музицированию К ансамблевому Исполнению Поэтому он Никогда не выходил На сцену Один А всегда С единомышленниками С друзьями Выступать с концертами Берковский начал После того, как Привлек к исполнению Своих песен Галину Бочкину И Дмитрия Гихтера Так появился коллектив Сразу завоевавший Признание Поклонников нового Только зарождающегося Тогда жанра Жанра авторской песни Официально это не признавалось Официально считалось Какие-то попевки По комнатам По квартирам Это никому не интересно Ничего там поэтического Эти люди не поэты Эти люди не композиторы Композиторы Я лично слышал Как композиторы говорили Ну что, Берковский Играет, поет Это не та музыка Не тот класс Не тот класс был И у Висборова И поэзии И так далее Оказывается От класса Завоевал миллионы людей Значит, миллионов Не изменились Не последних людей А именно Вы посмотрите Что творилось В Берковске Берковск переезжал Крупнейшие институты Научные страны И по-настоящему Великие институты Туда попасть нельзя было На вечер Берковска Дубна Черноголовка Я не знаю Масса Курчатки Институт Так нужна ли миру Киплин Гололира Бей барабан Бей барабан Эй, то у меня Грусти Властью песни Быть людьми Могут даже Змеи Властью песни И людей Можно сделать Змеи После того, как Трио Берковский Бочкина Дихтер Распалось Виктор Берковский Начал выступать Вместе с Дмитрием Богдановым Математиком Программистом По профессии И музыкантом По призванию Его музыкальный дар Для меня был понятен Еще до знакомства С ним Когда вдруг Выяснилось Что я могу В этом поучаствовать Это конечно Было великим счастьем Но когда это еще И погрузило меня В атмосферу Каких-то Великих Творческих Движений Когда вокруг Появились люди Куджава Левитанский Самойлов Ну конечно Это Никогда в жизни Я о таком Если такого себе Представить не мог Конечно Это было счастье И Какой-то такой Великая школа Еще Жизненная Их творческое Содружество Продолжалось 20 лет Быть может Если бы Берковский Посвятил Всю свою жизнь Только песне Он успел бы Гораздо больше Но Из записных Книжек Виктора Берковского Работа с хорошей Поэзией Требует Особенно много Усилий А значит Времени У меня же Его нет Студенты Аспиранты Научные труды Все это съедает Мои дни Без остатка Знаете Мы все Как правило Люди ленивые И предпочитаем Время Свое Ну поваляться Свободное А Берковский У него была огромная Нагрузка В институте Он Вот помимо Песенных дел Он Из нас Всех Тратил больше Всего Время На свою Основную Работу А когда Надо регулярно Читать Читать Лекции Вести Семинары Это Намного Тяжелее И Берковский С этим Как-то До конца Своей жизни Он справлялся С этими Нагрузками У него была Дикая Нагрузка В институте Он читал Несколько Курсов А так как Он За все Брался Ему все Давали А когда он Просил освободить Его не Освобождали Потому что Это было Невозможно Он готовился К лекциям Он Читал Лекции Он Какие-то Какие-то Бесконечные Методички Писал Он первый Освоил Компьютер Вот тогда Появились Такие гробы Здоровенные В институтах Он Пошел На курсы Он изучил Это дело Он потом Преподавал Еще Компьютер Начальный курс Какой-то А ночью Он писал Песни Он воспитал Я не знаю Немыслимое Количество Аспирантов Кандидатов И даже Докторов И все Это не только Благодаря его Профессионализму Но и Обаянию Как просто Человек Человек Который К себе Притягивает Который Является Центром Какого-то Творчества Он каждый год Выпускал Двух-трех Инженеров Готовил Дипломников То есть Это была уже Своеобразная школа И Когда есть Своя школа Ты же тоже Ей обязан Да Есть какие-то Обязательства Вот наверное Это И Не давало ему Так сказать Возможности Уйти И Отдаться Только Творчеству Он там Тоже был Творец Я думаю Что он Испытывал Определенные Чувства Кальма-Матер Ну Чувства Долго Альмама-Матер Альмама-Матер Легкая Ладья Белой Скатертью Дорога В ясные Края Альмама-Матер Альмама-Матер Молодая Брысь Обнимись Народ Лохматый Нам Далеко Плыть Ведь Это Важный Облик Дружный Ветер Влажный Ветер Южный Парус Над Волной Луны Катятся Полога Белой Скатертью Дорога Вечер Выпускной Он читал Лекции И выступал С концертами Писал Учебники И сочинял Музыку Наверное Такие Нагрузки Оказались бы В конце концов Неподъемными Даже для такого Сильного человека Как Виктор Берковский Но к счастью С ним рядом Много лет Была его муза Его жена Они познакомились В Прибалтике На базе отдыха Московского Дома ученых Ему в тот момент Было 48 Ей 30 Удивительное дело Но в тот же вечер Он мне сказал Что он Меня любит Ему было 48 лет В тот момент Он был полон сил Такой весь Весь огонь Задор Я когда его увидела В первый момент Все женщины Которые там были Тут же на нем Повисли гроздями Они его все обожали В общем как-то любили Вечером Там были посиделки Каждый вечер И кто-то Обязательно там Пел Стихи читал И он пел Пел Он меня смотрел Конечно Меня покорил его голос А потом Вы знаете Вот наверное Он меня действительно полюбил Потому что потом В общем мы прожили 25 лет Несмотря на нашу бурную жизнь И у меня До того И у него тоже Понимаете Вот эти 25 лет Мы были друг другу посвящены В полной мере И такое внимание Такая любовь Ну я не могу сказать Ну как объяснить Я его любила Пролитую слезу Из будущего привезу Вставлю ее в колечко Будешь гулять одна Надевая ее на Безымянный Конечно Для него друзья были на первом месте Вот я была на втором А друзья на первом Вот он мне мог сказать Знаешь Посиди подожди А вот я поеду там Стоило только Свистнуть Моргнуть Намекнуть Все Друзья Это первое Из записных книжек Виктора Берковского Я так устроен Что мне необходимо Окружение друзей Я собственно Начал заниматься Этими песнями Плясками Из-за друзей Сочинял Чтобы петь На наших шумных Застойлях Лодочных скитаниях Зимних лыжных отпусках У нас была такая Ну назовем там Дача Мы договорились Что Виктор Джиноль Приедет Вот мы вчетвером Посидим Что мне мешает Конечно Традиционно Для Берковского Виктора Семеновича Он опаздывал Мобильников не было Телефонов нет И все что я приготовил Разжег Там ну Как хозяин Все это уже Мы все уже сложили Поняли что Это ничего не кончится Появляется Виктор Берковский Значит Супруг Я конечно Суровый Высказался В адресе И прочее Он сказал что зря Ты меня ругаешь Я виноват Страшно готов Там все прочее Но вот Я говорит Посадил Маргариту за руль А сам сел На заднее сидение И вот Написал музыку Вот буквально За полтора часа Вот такой песни Куджавы Божественную субботу Мы к Мартыновскому Ехали на дачу К Аркадию Леонидовичу И вот он Во время дороги Я ехала А он Значит Вот написал эту мелодию Мы к нему приехали Он спел первый раз И мы ее всю ночь пели Так потом Делали такие зарубки На столе Новичком Сколько мы раз Пели песню Почитали Утром 17 До глубокой ночи Мы пели Ну такого, знаете Он был душевный Пойдем Брата Не такое ПЕСНЯ 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 На стихи Актерскую Актерскую Функцию Функцию по сюжету Характер Этого персонажа Как он должен выглядеть Как действовать Как он должен себя вести Вот Потом расходились По разным комнатам Что-то такое сочиняли Потом сходились вместе Если там было Хотя бы там Три-четыре ноты Которые нам казались Ценными Мы их оставляли И расходились снова И вот так Путем последовательных Приближений Мы Приближались К задуманному Результату В общем Процесс Это был очень Веселый ПЕСНЯ 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 Здравствуйте сегодня Здравствуйте всегда Здравствуй кто угодно Подходи сюда ПЕСНЯ 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 Фруктовый рай ПЕСНЯ ПЕСНЯ Из записных книжек Виктора Берковского. Мы с Сережей, хотя и совершенно разные натуры, но музыкально очень близки. Поэтому нам просто. Бывает, я начинаю петь, он уже чувствует, куда мелодия идет, подхватывает. У нас космонавт Римин Валерий летал там 170 суток. А в доме у него был день рождения, в доме был день рождения. И впервые телевидение сделало прямую передачу из дома, из квартиры в Сокольниках с космосом. И вот каждый раз, естественно, там на 30 минут Римин появлялся, разговаривал с нами, он нас видит, мы его по телевизору, по экрану видим. И в Мерковске у Никитина придумали там песни, понимаете, все прочее. Вот они в одной комнате на кровати лежали и быстро что-то писали. И потом, когда появлялся, связь есть, садились, исполняли разные шутки, байки и так далее. Вот так четыре круга вокруг Земли, значит, летал космический корабль. И там сидел космонавт, которому придумывали разные песни. Наверное, Виктор Берковский и сам не отказался бы слетать в космос. Во всяком случае, гастрольные поездки и новые впечатления он очень любил. Немалая часть его жизни проходила в дороге. Нет прекрасней и мудрее средства тревог, чем ночная песня ши. У меня было ощущение, что в какой город не приедешь, везде куча родственников у Берковского. На самом деле, родственники у него только в Запорожье. А во всех остальных местах это просто какие-то однокашники, друзья по работе. Или просто уже друзья по песне возникшие. Но встречали его как родственников все. Мы никогда не сидели дома. Вот целый день мы проводили в поездках, мы ездили, смотрели. А вечером круг друзей, песни. Вот так вот. Ни одного свободного дня, чтобы... Даже когда вот он болел. Уже даже с совершенно больными ногами он все равно разъезжал там по разным усадьбам, прочим достопримечательностям. Ну, приходилось просто требовать, чтобы машина была от подъезда до подъезда. Но все равно, все равно стремился чего-то новое увидеть. На далекой Амазонке, небывалая никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Мы даже ездили на операции. Да, вот мы ездили в Америку, две ноги оперировать, колени. В промежуток год был между этими операциями. Он тут же окружал себя любителями песни. Ну, конечно, что значит, окружал. Все приходили, а он никому не отказывал. Потом он многих знал уже давно уже. И все, ну как, приехал и помочь, может быть, еще что-то. Ну, там нам особо помогать ничего не надо было. А просто тут же пели. Он тут же, а как только он уже смог двигаться, уже, значит, ездили какие-то домашние концерты выступать. Он тут же сколачивал там коллективщик из двух гитаристов, которые бросали работу, лишь бы только с Берковским побыть. Он был очень жизнерадостный человек. И очень, очень остро чувствующий жизнь. Поэтому ощущение радости рядом с ним не проходило никогда. И я хочу Бразилию к далеким берегам. Работа в институте, концерты и гастроли, встречи с друзьями и сочинения песен. Как будто всего этого было мало. Но в 1998 году Виктор Берковский стал еще и художественным руководителем проекта «Песни нашего века». Я видел, как они записывали, как они записывали по кусочкам. Каждый кусочек по нескольку раз, как Берковскому не нравилось, как он злился, как он старался все улучшить, улучшить и улучшить. Это не, чтобы было понятно зрителям, это не такая история, когда вышли ребята с гитарами и забацали что-то. Эта история очень долго, мощно и серьезно отрепетирована. Мы пели ненормально. Ты и Лёпа тянули слова. Вам же понравилось. Подождите. Ну, секундочку. Ну, давайте по очереди, а то сейчас плохо. Все бы давно и быстро переругались, если бы не Берковский. Авторитет Берковского был непререкаемым. Могли там у него за спиной подмигивать, гримасничать, что угодно делать, но все равно в конечном итоге он не только авторитетом, но и своей сумасшедшей харизмой он всех додавливал просто. Вот делать так, а не иначе. Делать вот так, как он считает правильно. Мы должны все... Вот, допустим, так. Я вот предлагаю так-то и так-то спеть, но с некоторым эмоциональным оттенком. Это может быть не самый лучший вариант, у вас может быть лучше и так далее, но мы должны договориться, что мы поем вот так-то, понимаете? Это было необычно, ярко, своевременно и очень хорошо. Просто так. Очень хорошо. Во всяком случае, мы с семьей ходили на все концерты, на все презентации этих новых программ, а их было ведь немало. ПЕСНЯ Печалиться и участникам, и поклонникам проекта «Песни нашего века» действительно пришлось. 22 июля 2005 года Виктора Семеновича Берковского не стало. ПЕСНЯ Потеря для меня и Висбора, и Берковского – это большая внутренняя потеря. Очень большая. Я бы сказал, даже потерял опору в жизни, потому что я привык, что они рядом. Я привык чуть-чуть встречаться, и интересно было. И для меня лично, ну, прям, большая потеря. Часть жизни у меня изменилась, она стала другой. Но нет второго Висбора, нет второго Берковского. А на меньшее я не согласен. На небе, где уют, и нет земных тревог, Где сухо и светло, Весною ли, зимой ли, С ним вино нынче пьют. Соавторы его Багрицкий и Светлов, И Киплинг, и Самойлов, Но душу укрепив Для будущих времен Забыть бы никогда Его не сможем, зонги, Пока пылит в степи Усталый эскадрон, Пока идут сюда, К далекой Амазонке. Спасибо. До свидания, дорогие! Вам ни пуха, ни пера! Пусть вам встретятся другие, Лишь попутные ветра. Море синее сверкает, Чайки белые снуют, Ни на что не намекают. Что ты, ни на что не намекают. Просто песенку пою, Просто песенку пою, Просто песенку пою. Последний доста... Последний сборник Уже посмертный, И его песен, И воспоминания о нем, Как называется? Я выбрал песню. Это выбор. Это выбор. Выбор был правильный, Потому что именно песнями Он для нас, Для всех ценен. Их можно петь по-разному. Вот я занимаюсь тем, что пытаюсь как-то это делать аутентично. Как будто вот он рядом. А если кто-то совсем по-другому это делает, ну, ради бога, давайте и по-другому. Песни должны жить. Только звук твоих шагов Слышу я везде и всюду Счу, лишь звук твоих шагов Слышу я и зову тебя Зову у темных берегов Чем больше поют, тем лучше. Надо же, чтобы не забывали, надо же, чтобы пели. Иногда мне показывают, приезжают. Вот перед тем, как выступить с какой-то песней витиной, они, значит, приезжают. Не потому, что я большой специалист. Я тоже не владею ни музыкальной грамотой, ни чем, я просто очень чувствую сильно. Потому что это не проходные песни, они, в общем, такие выстраданные, выношенные. Есть песни и простые, которые хочется петь просто вот без гитары, без аккомпанемента, за столом, там, по дороге, за рулем в машине. Там много таких мелодий, которые просто хочется вот, что называется, себе мурлыкать под нос. Есть какие-то такие полотна, действительно, музыкальные, которые просто так, с кондачка не исполнишь. Ну, конечно, песни надо петь. Они должны жить. Годы идут. И обходят стороной эту подмосковную дачу. Здесь все осталось таким же, как было при нем. И садовый столик, и деревянные скамейки, и небо, глубеющие сквозь ветки берез. И кажется, что хозяин просто вышел куда-то на время. Но очень скоро он вернется, возьмет гитару, и зазвучат его песни. Песни, которые пели, поют, и будут петь еще очень долго. Ах, музыкант мой, музыкант и грант, да не знай, что нет несчастных и больных, и виноватых нет. Когда в прогуленных руках Так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, музыкант, Черешнивый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант, Черешнивый кларнет. Ах, музыкант hiring, Ах, музыкант Гавань, Корректор А. Ах, музыкант,